Девушки отдыхают 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 потому что, очнулась из дома, я поняла, что был какой-то вечер. Но что на этом вечере было, я не помню даже. И вот через какое-то время я стала смотрю, что у меня опять эти головные боли, опять что-то потело, какие-то дрожь, какая-то неуютность. Я стала, говорю, слушайте, вы такую мне таблетку давали. Говорю, что это за таблетка? Говорю, да, такие хорошие таблетки, как бы, Гай Тонга, возьми. Декілька месяцев девчина приймала легкий наркотик, так званий ЛСД, ничого не подозрюючи. Одного разу, когда Оля, отчувши головный боль, обычно достала таблетку, ее товарищ открив ей очи на то, какое знеболювание она пьет. Но вина немного шоковала Ольгу, и она попробовала отмолваться от наркотиков. Я как бы пыталась бросить, но у меня опять начались вот эти боли. Хотя, может, и в то время я бы могла перетерпеть, или еще, но, может, мне не хотелось в то время уже. Я как бы привыкла к таблеткам этими, стало их больше и больше, больше и больше. Когда я пришла к друзьям, говорю, зачем вы так сделали, чему вы так подвели меня, то они как бы промолчали, засмеялись, говорят, Ольга, ничего страшного, от этого можно освободиться. Это же просто, говорит, таблетки. Но от меня это как бы не освободило. Через какое-то время я уже дошла до того, что я стала употреблять ампулы. Но я не кололась, я просто их пила, потому что я не хотела, чтобы мама видела, что у меня руки сколоты. 13-ти речная девчина стала постельною відвідувачкой подвала, где собирались неповнолетние наркоманы. Там вона познакомилась и с 7-ти речным хлопчиком, который тоже вживал ЛСД. Понимая, что шкодливо действие этих таблеток, Ольга неодноразово намагалась отмолить от них дитину. Тревожное перечутствие не лишало девчины. Через какое-то время я слышу крик, что Сережа, Сережа. И когда мы подбежали, мы начали к этому мальчику, подбежала, и он только вздохнул, и все. И он умер на моих руках, этот ребенок. Мы, конечно, все испугались, разбежались. И когда я пришла домой, я думала, боже, мы оставили этого маленького ребенка в этом подвале. Ведь его где-то ищут мамы, родные, а мы даже не знаем. Ну, по сути дела, даже я сама не знала, кто его мама. Откуда, пока он даже в школу ходит или еще что-то. И я всю ночь переживала. Мне на такой степени страшно стало, что я как бы к лицу смерть увидела. Позднее Ольга узналася, что мата Сергея, которая была черной, как смела косы, за одну ночь стала белой, как снег. Вона потрапила до психлікарні, не зумівши пережити смерть единого сына. Цей випадок змусив дівчину замислитися, что такеж чекает на нею. И вкотре Оля спробовала позбутися наркотичної залежности. Я стала своими силами стараться как-то освободиться. Думаю, не буду, не буду, не буду. И когда, конечно, приходила до такой степени ломки, что ты... Казалось, что у тебя все тело выворачивается наружу, то, конечно, уже ноги сводят, руки сводят, голова просто разрывается. Кажется, что она сейчас на мелкие кусочки у тебя разорвется. Это не просто одна головная боль, это все тело в таком состоянии. И это очень тяжело перенести. ЛСД является психоактивной речевиной, которая привлекает галюцинации, способствует восприятия времени и простору, а также эмоциональные расходы, которые приближаются к психозу. Психологические и психические повреждения, причиненные ЛСД, приводят не только до асоциальной поведения, но и приводят действия и действия, что руйнуют личность и двигают человека до самогубства. И у меня началось такое переживание, что, ну что я за человек? Кому я нужен на этой земле? Я приношу только горе своим родным, своей маме, что я, по сути дела, кто я? Я воровка, я наркоманка, я курю. У меня такой, как бы, ну, как сказать, жизнь уже не налажена, что учиться я бросила учиться, жизнь моя идет, как бы, наперекосяк. И если так, по сути дела, то я так закончу, как этот мальчик, что другой жизни, как бы, у меня нет, у меня нечего ожидать от этой жизни. И я как-то решила покончить с собой. Я залезла на крышу пятого этажа, и когда я залезла на эту крышу, и стала говорить, Господи, вот, я, ну, как бы, я, если ты есть, говорю, то ты меня, как бы, спаси. Но я сама, как бы, не могу справиться. И через какое-то время я заплакала очень сильно, и говорю, Господи, я грешница, и мне здесь нечего делать на этой земле. Девчина зробила решучий крок на зустріч смерти. И одразу відчула, как невидима, но сильная рука схопила ее за одяг и повернула на те место, где она стояла. Озернувшись, Ольга никого не побачила. Ей охопив страх. Згадала настанову, яку давал ей, верующий дядьку. Сказала, Оля, если у тебя какие-то проблемы, но я думаю, что в тот момент Бог знал, что в моей душе. И через него так Бог мне сказал, если у тебя есть какие-то проблемы, иди к Богу. Ну, как бы, иди, обратись к Нему, и Он тебе поможет. И как бы в тот момент, когда я спускалась уже по этой лестнице с пятого этажа, то я думаю, Господи, может, Ты есть, может, мне и правда прийти в церковь, может, мне и правда обратиться к Богу. Если Ты есть, то Ты помоги мне. Невдовзі Оля стала відвідувати зібрання ивангельских християн, но жизнь ей не изменилась. Вона хотела стати християнкой, но приходит страх. Что подумают про меня друзья? И не уверенность, я такая грешна, хіба Бог может меня простить? Наближалась ей 15-летняя, и девушка наважилася попросить подарунок Бога. Господи, мне сегодня день рождения, и я хочу от тебя подарок. И мне как бы говорю, ну что Ты можешь мне дать? А я хочу только, чтобы Ты меня освободила. Это будет самый лучший для меня подарок на этот день рождения. И когда я пошла, мне силы пуг дал, я, конечно, шла очень медленно, мне казалось, что я просто ползу, когда я подошла к этой сцене. И когда я подошла, то братья стали молиться, и я чувствую, что вот что-то горит во мне, что такой жар большой во мне происходит. И я говорю, Господи, я молиться как бы не могу, но Ты помоги мне, помоги. Я не могу терпеть этот жар. И смотрю, с меня аж течет вот это все. И я говорю, я грешник, я осознаю, что я грешница, что я неправильно поступаю, что я плохой ребенок, что я вообще ненужный человек. Кто мне поможет, как бы, в этой жизни. И через какое-то время, когда, ну, прекратилась молитва, мне стало немножко легче, я пришла домой, но я не чувствовала сил вообще. Я была вся разбита, как будто меня палками били. И пришли гости, все, там, праздновали мое день рождения. И я смотрю, неделя прошла, мне так хорошо, я прямо как летала. Смотрю, вторая проходит, тоже хорошо. Смотрю, третья. И я поняла, что я совсем, ну, не хочу принимать наркотики. И через какое-то время у меня началось вот такое понимание, что Бог меня освободил. З того дня народжения минуло 10 роков. Ольга отримала диплом и працюет вихователем у детячему садку. Вона не жалкую, що присвятила життя Богу. Оля викладает уроки Библии у недельной школы, співает песни виры и надеи, намагающись якомога большей кількости людей засвяткувати про Иисуса Христа, який колись подарував їй повноценное життя. Я хочу сказать, что есть Бог живой, который слышит. Не надо думать, что Бог далеко от таких людей, которые где-то в подвалах, где-то на земле валяются, никому не нужны. Нет, если вы людям не нужны, вы нужны Богу. И если есть такие люди, то я прошу, чтобы вы не теряли надежды и нашли это участие в Боге. Люди, которые приходят до Бога, дбают про разное. Кто-то сподівается на решение проблем у семьи, кто-то прагне сцелення от хвороби, а кто-то собирает этот шлях, чтобы не попасть в пеку. А что Бог ожидает от человека, которая до него обратится? Какие мотивы должны нам кереться в отношениях с Богом? Про то, что из этого привода говорит Библия, рассказывает проповедник Руслан Хабхарчук. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком очевидном для многих жителей Украины, тем более понятии, как вера. И особенно о вере бескористной. Зачастую мы слышим от проповедников или от верующих наших знакомых, они нам говорят, что придите в церковь, придите к Богу, и все ваши проблемы, все ваши трудности они будут решены автоматически в один момент. И поэтому зачастую у людей складывается представление о Боге как о некой палочке-выручалочке, которая только для того и существует, для того, чтобы решать наши земные, материальные или какие-то физические, физиологические трудности и проблемы. Да, конечно, Бога интересуют эти факторы, но что Бога интересует в первую очередь? Что Его привлекает в нас в первую очередь? Зачастую мы приходим к Богу, чтобы решить проблемы нашего здоровья, или найти работу, или решить проблемы семейные. И однажды что-то произошло нечто в служении Иисуса Христа, когда Он жил на земле 2000 лет назад. Однажды, я думаю, это известно для каждого история, Он накормил 5000 человек, только мужчин, не включая женщин и детей. Соответственно, там было более 10 тысяч человек. И Он накормил всех этих людей. У Него было всего 5 хлебов, 2 рыбки, но Иисус совершил чудо, и все эти люди, они насытились. И также мы знаем интересную историю, что сразу после этого, на следующий день, произошло непонятное событие. Иисус перешел на другую сторону, и ученики перешли на другую сторону. И, как мы читаем, в Евангелии от Иоанна история произошла таким образом. На следующий день после этого чуда, когда Иисус накормил 5000 человек, мы читаем, «Итак, когда народ увидел, что нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приправились в Капернауме, ща Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал Ему в ответ, «Истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть мы видим, что даже 2000 лет назад люди шли Иисусу, зачастую в первую очередь, чтобы решить свои физиологические проблемы, просто-напросто покушать. Но, оказывается, Иисусу это не очень нравилось. Да, Он мог их накормить еще раз, но Он искал более глубокий мотив. Он хотел, чтобы они к Нему приходили с другими целями, а не только для того, чтобы Он их накормил или исполнил какое-то чудо. Итак, Иисус говорит им, «Вы искали Меня, потому что ели хлеб и насытились». Но дальше Он говорит им, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил пища свою Отец Бог». Итак, Иисус призывает, чтобы мы заботились не только о пище физической, но о пище нетленной, а духовной пище, которую Бог предназначил для каждого из нас. Мы оцениваем ближних, своих родственников, друзей и знакомых по каким-то критериям. Нам нравится, возможно, цвет глаз, волосы, какие-то черты характера, поведение. Мы имеем определенные критерии. Точно так же и Бог имеет критерии, которые привлекают Его к нам. И одним из таких критериев это наличие в нашей жизни веры. Иисус сказал, «Старайтесь иметь веру». В другом месте из Священного Писания написано, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому, друзья мои, какие бы трудности ни были в нашей жизни, или это болезнь, или это материальные неустройства, или в семье проблемы. Да, Богу интересно это, мы можем приходить к Нему для того, чтобы Он решил эти вопросы. Но самое главное, зачем мы должны приходить к Иисусу с верой? Это для того, чтобы мы имели жизнь вечную, прощение грехов и имя, записанное в книге жизни. Это самый главный мотив, который должен нас двигать к Иисусу Христу. Поэтому достаточно иметь веру, чтобы прийти к Нему, попросить прощения за все грехи. И если мы с верой помолимся, Бог в этот момент, Он записывает имя этого человека в книгу жизни. И с этого момента человек является спасенным. Кто-то может сказать, что сразу после покаяния все трудности уйдут из жизни человека. Я говорю, что нет. Зачастую так не будет. Но время, Бог проверяет нашу веру, и когда мы остаемся верными Ему, в нашей жизни будет лучшим образом наполнено, будет больше присутствовать во всех сферах нашей жизни. Поэтому приходите к Нему с верой, во-первых, чтобы получить жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Посвята Богу Річ не из останних. Это шанс повиправляти помилки, хоть бы каким не был твой шлях важким, хоть бы який не пережив страждания. Посвята Богу это светлішие ночи, бо месяц краще святить в час молитв, а сердце бьется з вирую у ритм и довше на колінах бути хочет. Посвята Богу это чужие печали, которые соби на плечи ты поклав. Это воздавать добром за краплю зла. Это пробачать все и любить далеко. Посвята Богу это твои желания, которые спрямованы для большого на те, чтобы между людьми примножить святе и чтобы здействовались их сподевания. Посвята Богу это життя по вере, это побороти в собе власне я, а втім это також и саме життя яскраве, кольорове, а не сіре. Посвята Богу это святый неспокой, чтобы даже день дарем не минув, и лучше с Богом быть мить одну, чем провести безбожно долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Будьте мудрими, щоби правильно будувати своє майбутнє Будьте рішучими у вашому виборі, щоби потім не жалкувати про час зіпсований на марню Посміхайтеся, щоб додати радості собі та оточуючим Нехай вам щастить! До побачення! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok